для самых любопытных фанатов фальцевой кровли а я знаю таких немало есть бодрящая новость в рамках международного проекта фальц онлайн обучение кровельщиков по металлу будет проводиться смешано то есть в начале установочные занятия 15 дней в оборудованной кровельной мастерской а затем для закрепления полученных знаний обучение два месяца но уже онлайн по тарифу оптимальные 40 тысяч рублей сочетание онлайн и оффлайн обучение кровельщиков на начальном этапе это революционный прорыв это полноценное систематическое полное завершенное качественное обучение совмещающие самые лучшие стороны как онлайн так и оффлайн обучение очень много кузовичных крышей есть у нас в Питере так что очень интересно по поводу страны собираются в поле жить и ревнуют между собой пять как правило пять команд если он выигрывает с первого места то в Санкт-Петербурге ему выдают премию в сумме 200 тысяч человек вторая часть пользы можно работать здесь при желании так вот так вот как что он виноват ну что вам отвечал а это не плохо давай нам а есть мол теперь пройдемте есть вопросы 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 нет А что, он не поставил цепь, да? Да, поставил. Всем здравствуйте. 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 Матрик выносит опущение покровенным заботом. Отлично. Субтитры сделал DimaTorzok Металлическая гребневая кровля. Мы собираемся показать вам, как она из чего сделана. И теперь мы разберем подробно, принцип будет похожий, то, что мы делали раньше. И начинаем, как это все сделать. Это видно здесь по картинам, что будет два соединения. Одна картина с другой. Здесь, на этих фотографиях, у нас металлическая фальцевая кролев, двойной стоячий фальц. И на этих картинках видно, как это все сделано. И здесь показано, как сделана фальцевая кролев, двойной стоячий фальц. И принципы. Ну и принципы. Вот мы сейчас рассмотрим, из чего состоят профили. Профиль двойной стоячий фальц картины. Вот здесь мы видим, что здесь ширина картин 420-570. Профиль имеет Г-отгибку, П-отгибку. Вот показано. Расстояние между картинами 5-10 мм. И профиль, который для одинарного стоячего фальца, этот метод постарел, до XIX века, и больше не используется. И использовались, сейчас используются профильные гиброчные машины, которые автоматически все делают электрически. А при старом методе это были ручные такие машины, которые уже устарели. И теперь рассмотрим процесс формирования двойного стоячего пальца. Вот у нас есть П-отгибка. Она идет сверху. И справа картина. Здесь у нас Г-отгибка 35 мм. Это уже готово. Мы их, когда совмещаем вместе, получаем вот такой вид. И здесь расстояние между картинами где-то 5-10 мм. Когда мы закрываем кромку, мы получаем так называемый Г-фальц. Мы закрываем эту кромку и получаем вот такой вот гребень Г-фальца. Мы можем еще раз закрыть. И получаем двойной уже стоячий фальц. И мы уже здесь имеем двойной стоячий фальц. И это завершение закрытия фальца. Ну и использование Г-фальца и двойного стоячего фальца тоже достаточно дискуссионно. Но здесь все зависит от зоны ветров, где находится сам дом. И зависит от высоты зданий. Но вообще-то Г-фальц используется преимущественно для фасадных работ. Для ветровой нагрузки в третьей зоне, имеется в виду Франция, запрещена для там, где у нас высота здания больше 20 метров. Ну, для того, чтобы нам попрактиковаться в дальнейшем, мы сейчас возьмем обыкновенный лист бумаги А4. Я рекомендую вам поделить его напополам. И мы делаем вот такие вот. Когда мы отрежем, получаем из двух частей, с левой стороны и с правой, поделенный лист А4. Вот имеем вот такие размеры. 14,5 на 21 сантиметр. То есть мы имеем половинки листов. Все разрезали мы теперь лист. И на этих листах мы нанесем линии, которые соответствуют соответственно отгибке 45 миллиметров или П-отгибка. Можно ее назвать большая отгибка. 25, 10 и 10. На другом листе мы сделаем, мы отложим линии, которые 35 миллиметров у нас в профиль, то есть Г-отгибка 25 и 10. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам в дальнейшем можно было уже работать практически. Ну и как мы их... То, что мы уже отложили линии, мы вот... То, что у нас на профиле П-отгибка 45 миллиметров, вот так она выглядит. Ну и процесс отгибания кромок, как это происходит. Сначала мы отгибаем 10 миллиметров, потом еще раз 10 миллиметров, ну и потом 25 миллиметров мы отгибаем и поднимаем кромку. На втором уже листе мы тоже берем профиль, уже Г-отгибка 35 миллиметров, и отгибаем в такой последовательности, как указано на рисунке. В итоге мы имеем вот такую картинку. То есть мы видим бумажную картину слева П-отгибка и бумажная картина справа. Ну и подытожим то, что мы сделали. Вот мы имеем две картины, слева и справа. Вот мы имеем готовые уже бумажные картины. Мы их соединяем, сформируем Г-фальс, закрываем второй гиб и получаем двойной стоячий фальс. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Привет, на связи Михаил, менеджер Укалтес. Хочу в двух словах рассказать о нашей замечательной и легендарной кровельной компании по продаже кровельного инструмента онлайн. Укалтес специализируется на поставке профессионального инструмента по листовому металлу, специализированного кровельного инструмента, кровельного крепежа, специального кровельного оборудования, листогибов, гильотинных ножниц, вальцовочных станков и зиговочных машин. Компания работает с более чем 45 регионами России. Заказывайте весь кровельный инструмент в один клик на нашем сайте altosdefis.ru Доставка в срок. Оплата за нал и без нал. Бесплатный звонок 8 800 505 48 60. Продолжение следует...